Тем временем крупнейшие китайские госбанки резко сократили бизнес в России. Это связано с проблемами с платежами. Объем зависших транзакций достиг десятков миллиардов юаней. В чем причина банковского кризиса и к чему все это приведет? Разбираемся с экономистами. Чем ближе к концу года, тем больше проблем в России. Минфин собирался в 24-м году победить на украинском фронте и добиться победы. Они это заложили в бюджет у них на 25-й. В 26-й было написано сокращение военных расходов. Что-то, знаете, не похоже. Китай в очередной раз кинул Путина. Крупнейшие госбанки Поднебесной резко сократили бизнес в России. И это вдобавок к тому, что уже сейчас 98% китайских банков отказываются принимать прямые платежи от страны-агрессора. Других-то поставщиков-то толком нет. Вы же покупаете товары для России только в Китае. Из Индии вы мало что можете привезти. Первый по величине банк Китая сократил свои активы в России во втором квартале 2024 года на 27%. А четвертый по величине банк на 37%. Главная причина – санкции от Европейского Союза и США, которые и повлекли за собой проблемы с платежами из России. Проблемы с китайскими банками у российских компаний возникли зимой, вскоре после того, как президент США Джо Байден расширил полномочия американского Минфина, предоставив ему право вводить санкции против любой кредитной организации в мире, поддерживающей российский ВПК. Такие решения подстегивают путинских экономистов придумывать новые схемы по обходу санкций. Но из-за этого товар серьезно дорожает. Это требует каких-то совершенно безумных схем. Последнее, что мне удалось прочитать, что люди выгоняют деньги в золото. Золото хитряется как-то продать. Значит, в Сингапуре на это золото купить юани, которые принимает китайская экономика. Потому что получается, если из Сингапура, то это вроде чистые юани, а из России грязные. Но очень приходится делать такие сложные их многоходовые комбинации. Соответственно, каждому посреднику платить от всей сдержки. И неудивительно, что Поднебесная соблюдает санкции. Торговля с ЕС и США намного выгоднее, чем торговля с путинской Россией. Общий объем внешнеторговых операций Китая с американцами где-то на уровне 750-780 миллиардов долларов в год. Внешнеторговый оборот Китая с Европейским Союзом под 800 миллиардов. Совокупно это 1,6 триллиона в год. От этого первоочередно страдает именно российская военка. Но не только она. Товары двойного назначения, которые предназначены для гражданского сектора, но используются для ведения войны, также сложно купить из России. Для этого приходится придумывать новые схемы. Например, компании используют Объединенные Арабские Эмираты как прокладку в своих сделках. Деньги переводят на счет в УАЭ, а оттуда в Китай, который должен поставить товары заказчику. По такой схеме проходит до 20% всех ноутбуков, завезенных в Россию. По другим категориям товаров до 30%. И вот недавно стало известно, что Банки Эмиратов начали блокировать платежи из России. Видно, что западные страны серьезно за это дело взялись. Продолжается перекрытие всех каналов по расчетам за чувствительную продукцию. И вообще по работе и транзакциям с российскими контрагентами. Эмираты теперь следующие. То есть они как-то стояли в стороне, и через Эмираты шел очень большой объем обходных транзакций, расчетов и так далее. Агентство Reuters сообщает, что только на российских сделках с Китаем зависли транзакции на десятки миллиардов юаней. Это все только подливает масло в огонь. Аналитический центр брата министра обороны Белоусова рассказал о надвигающемся кризисе в России. Банки продолжают довольно высокими темпами выдавать кредиты и предприятиям, и гражданам. Но в основном, конечно, это корпоративный сектор, то есть предприятия берут больше денег в кредит, чем граждане. Так вот, качество этих кредитов сейчас низкое везде. Вот о чем нам пишет центр Белоусова, что скоро они погашать все это дело не смогут, потому что их бизнес не обеспечивает для этого нормального денежного потока. Российский бизнес берет деньги у банков, а потом не может выплачивать долги из законских ставок по кредитам и налогам, которые забирают большую часть прибыли, если не всю. Также компании не могут купить по обычной рыночной цене нужную технику из того самого Китая. Каждый раз приходится придумывать схемы обхода санкций и переплачивать. Это лишь часть факторов, влияющих на будущий кризис банковского сектора. Многие бешено набирали кредиты еще год назад, рассчитывая, что уже примерно сейчас, во втором полугодии 2024 года, ЦБ снизит ставку. И они смогут рефинансироваться, реструктуризировать кредиты по более дешевым ставкам. Как теперь понимаешь, все, попали, они в мышеловки. Остаться полностью без сбережений – это реальная перспектива для многих россиян. Банк рушится, он не может платить проценты по депозитам. Население приходит и бьется головой в дверь банка с криком «отдай деньги, я это все в 98-м году очень хорошо наблюдал». Мало кто понимает, но это просто ситуация, говорящая о том, что, в общем, ЦБ боится краха банков. Он пытается их заставить как-то остановиться. Приближается конец года, а проблемы появляются чуть ли не каждую неделю. И почти все из них решить просто невозможно, пока не остановлена война. Но это идет на руку Украине. Инфляция растет и будет расти, потому что инфляция растет из-за бюджетных расходов. Курский фронт никто не отменил. И он неявно не рассосется в ближайшие две недели. Это значит, что придется опять корректировать бюджет. Мы доживем до октября, посмотрим, какой будет бюджет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!